Всем добрый день! Я сейчас буду красить антресоль. Вчера я зашкурила, я вам показывала, шкурочкой R80, R100, уже шепрог. Понимальную шпаклёвку, когда на гипс, готовую. Потом вечером я её прогрунтовала, грунтовка глубокого проникновения вариком. Она сохнет от 3 до 6 часов. Сейчас я в лоток налила декурин и вольба. Ремонтную краску глубокоматываю. Сейчас в лотке 360 на 270. Делала опять пару валиков. Десятые 25 см. Вверха у дверей я закутала скотчем и газетами. Вот красочка, налила я в лоточек. Сейчас, ребят, пойду красить. Ну и вас с собой беру. И потом помоем валики. Приступила к покраске потолка. Взяла валик 10 см, Мик-Мекс. И отвожу контур. Раскатываю краску Текурила Евро 2. Глубокоматываю. Краска для потолка. Теперь беру валик 25 см, тоже Мик-Мекс. И раскатываю красочку. Немножко отошла сперва от контура, потом иду на контур. Раскатываю туда-сюда буквой W. Раскатываю краску. Вот она. Вы видите, краски много на валике. Ее надо раскатать. Раскатываю буквой W. Вот вижу, какие-то пенки у меня там. Снимаю их тут же. Дальше иду немножко подальше. Возвращаюсь. Свожу слои. Туда-сюда. Туда-сюда. Иду на контур. Здесь окна у меня нету. Поэтому красить тут можно в любом направлении. Солнечных лучей нету. Они не покажут дефекты. Как там, где есть окно. Вот я не подошла, не смогла подойти большим валиком. Поэтому я отвожу 10-сантиметровым контур. Вот. Видите? Со всех сторон. Контур, чтобы был прокрашен. Потому что если красить потом кистью, кисть полосочки оставит. Маленький валик, у него высота борца такая же, как у большого. Поэтому тут будет однородная покраска у вас. Вот тут у меня крючок. Крючок я обхожу тоже вот. До него, после него. Вот. Аккуратненько. Чтобы шагрин была такая же, как везде, на всем потолке. Это будет, потому что валики одинаковые. Массота борца у них что 10-сантиметрового, что 25-сантиметрового. Одинаковые. Осматриваю на наличие дефектов. Вот какие-то, видать, у меня там наплывчики. Все, сняла. Теперь контур обратно отвожу. Оставшиеся. Вот захватка еще метр на метр. Опять маленьким валиком 10-сантиметровым раскатываю. Доли пенопласта галтелия. Теперь взяла 25-сантиметров. Начала немножко подальше и иду опять на контур. Чтобы не заминать его. Потому что валик я катаю, он не на одном месте. Управлять им не очень легко. Я приспособилась, что начинаю подальше от контура и иду на контур потом. Вот свожу слои и иду опять на другой уже край. Вот сперва в одном направлении, теперь иду в другом направлении. Вот перекрываю. В коридоре солнца нету, поэтому тут я крашу в любом направлении. Если будет у вас вместо двери окно, будете красить последний слой. Не вот так, как я сейчас, а на окно. Не поперек света, а по свету. Теперь беру лоток, кисточку 63 миллиметра и отвожу контур. Туда-сюда растушевываю красочку. Вот. Вот очень хорошо. Весь контур я отвожу. Вот. Вот отлично. Сейчас будем отмывать валики. Вот взяла универсальный шпатель, который по размеру уходит для валика 38 диаметра внутренний. Вот. Прекрасно подходит. И здорово сейчас почистим. Так что, ребят, заинтересовались, маляры, и мне написали. Юль, расскажи поподробнее про этот вот универсальный шпатель, который в том числе подходит для очистки от краски, от клея валиков. Потому что валики очень быстро выходят из строя из-за того, что они вот затреживают от этих вот плохо помытых красок. Вот. И мы их выкидываем. Хотя вот, если бы мыло хорошо, то они ухаживают. Кусок мыла бы покупали, 72%. Итак, мы лим валики. Вот маленький первый пошел, теперь второй. Вода будет потом ближе к горячей. Вот. Сейчас смываем. Нам надо, чтобы вся эта белизна прошла. Все белое, с валика ушло. И только остался чистый ворс. И нас это устроит. Ребята, ничего тут не льется. Смотрите, какой валик. Пушистенький, хорошенький. Отлично. Так, с этим мы разобрались с вами. Ребята, принимайте работу. Все хорошо. Ребята, принимайте работу. Ребята, принимайте работу.